Что творят эти русские радары в Черном море взволновали украинцев. Побаловали соседи, от души побаловали. Кто не знает, есть в Украине такая организация, как утверждается предводителями, некоммерческая. Называется она ИС информационное сопротивление. Понятно, что сопротивляется ИС российской агрессии, причем делает это с 2014 года, то есть с того момента, как Крым совсем того. Организаторы ИС тоже люди известные. Главный это Дмитрий Ратымчук. Да-да, тот самый, который все, потому что не умеет обращаться с оружием. Это если он случайно застрелился. Если нет, дело пахло проигрышем, поскольку платить за довольно неуклюжие попытки перекраски из Радов Перемогу особо никто не хочет. Да и с гривнами на Украине хреновато, про доллары и евро молчим даже. Остаются в деле Юрий Карин и Константин Машовец. Я им реально желаю удачи. Потому что сектор, в котором они реально могут добиться успеха, хоть и сильно просел после ухода из Адорного и Зелинского, все еще перспективен. Что же так привлекло мое внимание, что даже пришлось башни разворачивать в сторону Черного моря? Новость ИС о том, что все захваченные на Черном море буровые платформы Россия срочно приспосабливает для слежения за всем, что попадает в акваторию. Захваченные вышки Бойко стали удобным плацдармом для отработки форм и методов ведения Черноморским флотом РФ радиотехнической разведки. Что творят русские? А что, логично? И, собственно, а почему нет? Это не то, что логично, это вполне нормально и умно. Машовец говорит, что это стало возможным благодаря приказу Министерства транспорта РФ по созданию зон безопасности около искусственных сооружений, размещаемых на континентальном шельфе Черного моря. Перевожу. Зона безопасности около искусственного сооружения это чтобы никакой лихой моряк, который первый раз за 10 лет швартовый отдал, не получил в голову свежим морским ветром и не врубился куда-нибудь. В опору моста или буровой. Все логично опять таки, у нас не Украина в конце концов. А учитывая наличие этой самой Украины и вообще надо нос по ветру держать. Именно в плане плавсредств и одаренных экипажей ионах. Так что я бы на буровых, которые в Черном море работают, что-нибудь типа балла разместил, благо там места навалом. Так, на всякий случай. Потому что именно в исполнении украинских моряков случай может и стать всяким. Но бодливой корове бог рогов не дает. Потому ракеты оставим на потом и поговорим об аппаратуре РТР, радиотехнической разведки. Господа сопротивленцы вещают, что на буровые платформы были закуплены и установлены системы наблюдения за надводной обстановкой. Поставку осуществила заоморские комплексы и системы, Г. Санкт-Петербург, или МСС Групп. В чем прикол? А в том, что это напрочь гражданское предприятие. И в комплексе Нева АБС нет ну ничего такого, чем можно было бы кого-то напугать. Тем более, что самое вкусное УАП, то есть устройство антенное приемопередающее, вообще не наши разработки и производства. УАП делает компания. Да, конечно, Нева АБС предназначен в первую очередь для радиолокационного выявления и сопровождения кораблей, судов, самолетов и вертолетов, низколетящих, естественно. То есть того, что может представлять угрозу для платформы. Поскольку буровая платформа это не прогулочная яхта и свалить в сторону от потерявшего управления украинского корабля она как бы не в состоянии. Но господа сопротивленцы, увы, явно пошли несколько не туда. Конечно, может, Машковец и не совсем настоящий полковник, как говорится на их сайте, но явно не совсем, точнее, совсем не, компетентен в вопросах РЛС. РЛС. Буровая платформа это, знаете ли, господин Машковец, очень большой и сложный комплекс. И тяжелый. И неповоротливый. Поэтому вполне очевидно, что экипаж платформы просто обязан контролировать обстановку вокруг комплекса. Мало ли что, вдруг очередной украинский катер на прорыв пойдет. То, что РЛС подключается к базе АС. Простите, а куда ее подключать для идентификации? Или для нашей буровой мужик с мегафоном и воплями поворачивай. Это нормально. Другой вопрос, что Боцман с матюгальником это явно было нормально для украинской платформы. Другого объяснения тому, что на ставшей нашей платформе вдруг пришлось срочно оставить новую РЛС. Это говорит о многом. В том числе и о недюжинной подготовке украинских экипажей, способных без радаров, с помощью компаса и пачки Беломора путешествовать по всей акватории Черного моря. Нам до них далеко, поэтому РЛС все-таки иметь необходимо. Далее сопротивленцы рассказывают еще одну страшную вещь. На буровых устанавливают комплексы гидроакустического контроля за подводной обстановкой. Такие системы развернуты и действуют в 61-м километре от мыса Тырханкут на объектах МСП-4 Галицинского месторождения, в 72-х километрах от этого же мыса на МСП-17 Штормового месторождения, в 66-ти километрах на северо-восток от острова Змеины на БК-2 Одесского месторождения. По данным ИС, информация в режиме реального времени передается приграничному управлению ФСБ по Крыму. Смешно, конечно, но видимо, господа сопротивленцы не в состоянии нарыть в дебрях интернета очень секретную информацию о том, что орган вообще-то называется Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Ладно, простим некую криворукость и косо-словность, соседям можно. И согласимся, что такое расположение буровых позволяет получить полный контроль за трафиком коммерческих судов и военных кораблей, которые следуют в порты Украины. Нет, а что вы хотели от страны-агрессора? Да, у нас так, даже буровые вышки при деле. На самом деле, конечно, смешно. Гражданские радары совершенно гражданской фирмы на абсолютно безопасных, если об них не биться, мирных буровых платформах так пугает украинское информационное сопротивление. Сопротивляться, конечно, надо. Особенно если за это хоть чего-то платят. Но даже если сопротивление обречено на полное поражение, это в переводе так зрадо звучит, то даже в таком случае это нужно делать с достоинством. И хотя бы с небольшой толикой достоверности. А иначе так можно будет в один прекрасный момент досопротивляться до камикадзе на прогулочных лодках, минных заградителях на базе рыболовецких ботов и вообще всего, на что хватит фантазии. Но даже в плане фантастики, в которой украинцы всегда были сильны, надо соблюдать умеренность. Иначе в один прекрасный момент может оказаться не фантастика, а просто брехня. Как радары на буровых, передающие данные в ФСБ и в разведку ЧФ.